Слушайте, Радио Болткома. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. Это будет последняя передача восьмого сезона. Вот уже восемь лет подряд мы с вами находимся в некотором длительном путешествии в поисках общего культурного пространства. В гостях у нас в студии представители культуры, политики, театра, журналисты, которые вместе с нами пытаются отыскать это пространство и понять, что же нас объединяет, какие факторы, какие события, какие исторические события нас разъединяют, и как мы можем на основе нашего общего прошлого создать все-таки общее будущее. И сегодня мы поговорим о том, что происходит буквально сейчас в Латвии. Это дискуссии на тему культурного многообразия и принятия культуры ЛГБТ. Сегодня в гостях у нас Раиса Смирнова и Артур Быков, журналисты и сотрудники новостного агентства РУС-ТВНЕТ. Добрый день. Добрый день. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копейн, обеспечивает сегодня техническую сторону нашего эфира. И, уважаемые радиослушатели, вы всегда являетесь частью нашей дискуссии, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. И сегодня телефоны прямого эфира следующие. 6721-2939 и 6721-3939. Также оставляйте свои комментарии и размышления на номер в WhatsApp и SMS 2061-91. 2061-91. Итак, большое спасибо, дорогие коллеги, что пришли сегодня в студию. Я знаю, что это очень жаркая пора, потому что сейчас в Латвии происходит целый ряд мероприятий, событий, связанных с Рижским прайдом, с прайдом, который является и международным глобальным событием, событием в какой-то степени солидарности с украинским прайдом и с ЛГБТ в Украине. Но я бы хотел, может быть, начать сегодняшнюю нашу беседу с некоторого перечисления печальных событий в латвийской политике. Прежде всего, несколько недель назад сорванное национальным объединением, в том числе и госпожой Мурницей, голосование по поводу закона о партнерских отношениях. Ксенофобная риторика латвийского Сейма с трибуны буквально потоком льется хейт-спич и эта целая хрестоматия. Неприятие Стамбульской конвенции, издевательство над темой феминизма и так далее, и так далее. И в результате получается, что наше общество пропитано ксенофобией, которая касается разных форм, разных меньшинственных групп, людей, которые отличаются от условного большинства, ведь большинство тоже некоторая абстракция, отличаются социально, культурно, религиозно, сексуально и прочее, прочее. А в этом смысле я хотел бы попросить вас сейчас, как тех, кто тоже участвует в политике, ведь вы журналисты, вы создаете общественное мнение, вы обрабатываете информацию, вы подаете интерпретации, вы создаете версии. Скажите, какова, по вашему мнению, способность нынешнего современного латвийского общества принять разнообразие, может быть, в максимально широком плане? Мы не говорим сейчас только об ЛГБТ, об этом чуть позже. Но если мы посмотрим на панораму латвийского общества, что способствует и что мешает принятию разнообразия в латвийском обществе? Кто из вас хотел бы начать? Ну, Артур, начни. Хорошо. Пожалуйста, Артур. Я думаю, что это зависит от страты, на которую мы смотрим. Если мы говорим про молодежь, то мне кажется, что она, конечно, более открытая. Под молодежью я подразумеваю всех до 30. Но это, если что, исключительно статистически. Вы можете быть молодым человеком и в 68. Это важно упомянуть. Те, кто постарше статистически, мне кажется, что там чуть менее к этому они открыты. И, разумеется, наиболее старое поколение, очевидно, к этому готово менее всего. Но, опять же, мы не исключаем какие-то индивидуальные случаи. Это раз. Два. По поводу, очевидно, какого-то образования надо упомянуть. То есть, чем выше образование, тем ты к этому более открыт. Ну, в смысле, если у тебя, например, докторская степень, что большая редкость, конечно, в Латвии. Но, тем не менее, вероятнее всего, ты более открыт к разного рода меньшинствам. Я бы... Хотя мне, честно говоря, тоже не очень нравится это слово в этом контексте. Потому что всецело согласен с тем, что большинство такое очень абстрактное. А какой бы термин вы предложили? Индивид. Открыто каждому индивиду. То есть, в моем представлении, как раз-таки, главная проблема, которую испытывает, мне лично кажется, Сэйм, это как раз-таки восприятие ЛГБТ как исключительной группы. И как только ты ее воспринимаешь исключительно и только как группу, для тебя размываются индивидуальные истории. Неспособность воспринимать индивидуальные истории, жизненные истории. Неспособность понять и осознать, что может испытывать каждый человек. И исключительное приписывание группе неизбежно размывает ее для тебя. Как только ты начинаешь воспринимать их как тысячи первый, тысячи второй, тысячи третий, вероятнее всего и отношение у тебя к таким людям будет именно такое. А как только ты видишь перед собой человека, которого, допустим, зовут Янис Берзнич, ему 48. И он, например, гей, который рассчитывает и надеется на то, что наконец-таки Сэйм примет законопроект, согласно которому у него появятся равные права вместе с его другими друзьями, или как у его других друзей, вот тогда, на мой взгляд, история приобретает совершенно иной ракурс. Но рискну предположить, что очень часто многие наши политики Яниса Берзнича, 48-летнего гея, не видят. Они видят его как тысяча второго гея, который у нас есть в стране. И это очень прискорбно, это очень печально. Подобный подход к слову не только к ЛГБТ относится и должен относиться. Он должен относиться, на мой взгляд, к любой группе. И неважно, говорим мы здесь про условное большинство или про условное меньшинство. Речь, на мой взгляд, в первую очередь, должна идти об индивидах. Благодарю, Раиса, Ваше выяснение. Мне кажется, пока существует такой стереотип о том, что ориентация есть традиционная и нетрадиционная, будет длиться вот этот спор. И когда, это тоже, опять-таки, не только ЛГБТ-представители будут называться какими-то другими, не такие, как все, как раз-таки нет. Такие, как все. Но я, по крайней мере, за то, чтобы приравнивать, начиная от ощущения сознания, и тогда это и будет в законе. Просто все идет от мышления. Пока нам кажется, что... Это же даже элементарно. Вот идет человек с синими волосами. Это нормально. Он хочет идти синими волосами. Человек хочет любить кого-то, кто... Окей, с разноцветными волосами. Пусть. Это его выбор. То есть, если он не угрожает никак никому. И, в принципе, здесь еще такой тоже момент, который сейчас часто обсуждают. Мы с Артуром тоже вот, что у нас политическая повестка о том, что ЛГБТ угрожает. ЛГБТ-сообщество угрожает. И встречный вопрос. Как? Это сегодня только начали угрожать? А ничего, что... Если мы покопаемся, это еще идет с каких пор? То есть, не знаю, и мне кажется, что за последние годы, возможно, общество стало действительно более радикальным и каким-то менее спокойно относящимся, потому что, возможно, мы все-таки зависели от контента, который идет из России. А за последние годы Россия стала очень радикальной и очень нетолерантной страной. Ну, я сейчас отвечаю за сферу культуры, и вот в сфере культуры я это вижу. Все-таки нет... Молодежь, которая, кстати, смотрит Netflix, они гораздо более открыты к меньшинствам, к любому, к новому, не знаю, мироощущению, к новому порядку, к какому-то нетрадиционному виду даже. Вот я имею в виду в одежде, да, то есть я сейчас говорю вообще про какие-то другие аспекты. Но, да, поэтому молодежь открыта. Но, кстати, вот я скажу за людей, которые старше 30, да, все-таки старше 30 веки. Нет, мы тоже есть, которые, может быть, и не с докторской степенью, но гораздо более открыты миру. Так что, да. Если мы поговорим о том, о чем начал беседовать Артур, это визии или фантазии нашего Сейма о том, каковы меньшинственные группы. Давайте попробуем, может быть, тогда набросать общий портрет. Если мы сейчас на какое-то время перенесемся в группу, которая боится меньшинственной группы и боится другого, индивида или каких-то конкретных групп, то каковы в основном эти страхи, такой небольшой каталог мы можем набросать? Я думаю, что да. Но вообще они, мне видится, в меру распространенные и популярные. Разумеется, в первую очередь, опять же, к слову, я бы разделил бы, наверное, то, как воспринимают представители ЛГБТ-сообщества мужчины и женщины. За женщин я говорить не буду, я считаю это довольно-таки некорректным. За мужчин, мне кажется, могу сказать чуть побольше. Рискну предположить, что первонаперво, когда мы говорим о мужском восприятии ЛГБТ, то ненависть распространяется по отношению к геям, меньше, чем к лесбиянкам. Причина наиболее распространенная, как правило, кроется в том, что многие мужчины начинают себе представлять гомосексуальные отношения физические, что, честно говоря, мне видится довольно-таки странным, учитывая, что это делают гетеросексуальные мужчины. Иронично, мягко говоря. Да, но мы не можем отрицать, что в различных сексуальных группах могут быть фантазии по поводу опыта и практик другой группы. И они могут быть, условно говоря, сгустком каких-то стереотипов из детства, из киноиндустрии или, допустим, уже упомянутый контент из России. Да, безусловно, эти стереотипы влияют. Рискну предположить, не только они, а просто какое-то непонимание и отсутствие, банальное отсутствие опыта, оно очевидно сказывается. И я думаю, что как только мы начинаем размышлять и думать исключительно вот в этой категории того, что нам физически неприятно, тебе становится и сам человек менее приятен. При всем при том, что, опять же, перед тобой может находиться великолепный человек во всех отношениях, надежный друг, готовый прийти на выручку, честный, открытый, понимающий, эмпатичный. Мы можем перечислять качество этого человека бесконечно долго, насколько бы он не был бы замечательным. Это все не имеет ни малейшего значения, потому что как только группа людей гомофобно настроенных видит в нем исключительно и только гея, а видит оно его таковым только потому, что начинает представлять о том, что он занимается сексом с другим мужчиной, и это вызывает у него отвращение, все эти положительные качества значения никакого не имеют. То есть я думаю, что отправной точкой является это, и дальше идут размышления, разумеется, соответствующего толка. Вторая, наверное, отправная точка – это, разумеется, внешний вид, поведение, облик. Вот как раз-таки здесь, мне кажется, стереотипы, и то, что мы видим со стороны, имеет куда большее влияние. То, что показывается под соусом того, что вот как настоящие прайды выглядят в этой вашей Европе, это, безусловно, не имеет ни малейшего отношения к тому, за что борются люди, какие проблемы испытывают ЛГБТ-сообщества и так далее. Но даже если мы предположим, что, собственно, прайд является истинным олицетворением, того, что из себя представляет ЛГБТ-сообщество, спрашивается, а в чем проблема? Ну, то есть было решено, что вот необходимо провести подобное мероприятие, оно проходит на улицах города. Вас смущают люди, которые ходят в довольно-таки вызывающих нарядах? Ну, у меня тогда возникает встречный вопрос, а вас, простите, не смущает, например, не знаю, желание ограничить права человека? Вас не смущает отсутствие возможности другому человеку воплотить себя в полной мере и его потребность во многих случаях, по сути, его вынуждают страну покинуть? Так, словом говоря, о демографии, за которую настолько печется национальное объединение, у меня всегда в этой ситуации возникает вопрос. Вас по-настоящему не смущает, что нашу страну покидают люди? Они вынуждены отсюда уезжать, потому что у них нет возможности свои права защитить? Полагаю, что они не смущают, ведь их электорат остается здесь и постоянен в своем выборе. Да, ну, тогда, получается, возникает резонный вопрос об искренности их намерений. Ой, нет, я думаю, что здесь такую категорию вводить в политический дискурс с национального объединения было бы очень наивно, и, я думаю, даже это оскорбило бы интеллект наших гостей сегодня. Да, поэтому стоит об этом подумать. Я бы вот так, наверное, это сформулировал. То есть некоторые моменты лицемерия в политике, несомненно, присутствуют. Мягко говоря. Хорошо, если мы говорим о прайде, очень многим нашим радиослушателям, я полагаю, это мероприятие, событие, этот процесс может казаться чем-то странным, вызывающим, вы говорили там, всевозможные яркие наряды. Не будем скрывать, что, скажем, в прайде есть некоторые элементы карнавала. А карнавальная культура – это всегда некоторое, скажем, максимально обостренное ощущение чего-то, какие-то эмоции, которые доведены до предела, какие-то практики, маски, костюмы, музыка и так далее. Раиса, как бы вы могли описать необходимость прайда, причем необходимость не только для самой группы, но и для общества, тем людям, которые думают, ой, опять на несколько дней в Риге какой-то кошмар. Вот как бы мы попытались ответить? Мне кажется, вот самое главное, что для чего нужен прайд? Для того, чтобы общество и люди, которые консервативны, стали понимать, что это неизбежная вещь, и вот ЛГБТ-сообщество с ними рядом. И не просто рядом, а, может быть, живут в соседней квартире, и это нормально. Слово «неизбежно». Ну, как «неизбежно»? Но это как вот мы слона не видим. Они каждый день… Это обыкновенные люди, которые находятся рядом. Просто мы не задаемся этим вопросом. И я разговаривала со многими людьми, которые ранее были более гомофобно настроены. И они мне признались, что вот у них есть друзья, которые им открылись, вышли из шкафа, рассказали, что они являются ЛГБТ-плюс. И в этот момент мне эти люди признались, что… Ну, я такой подумал. Ну и ладно. Ну и хорошо. То есть, оказывается, это не так важно, потому что за долгие годы человек не показывает свою какую-то очень личную, интимную жизнь. Ну, даже мы, как правило, даже гетеросексуальные люди, ну, если там это не какой-то фетиш, обычно не демонстрируют что-то, да. И поэтому почему люди, которые, ну, другой ориентацией должны что-то демонстрировать? Нет. Они просто хотят, чтобы их воспринимали такими же, как и все остальные. Ну, были бы такими же. Иными словами, речь идет о равноправии. Да. О равноправном признании права на существование рядом. Но, с другой стороны, те, кого мы называем консервативные люди, их много. В Латвии, согласно исследованию СКДС, два года назад они проводили опрос и констатировали, что приблизительно 30% латвийского населения осуждают ЛГБТ как явление, как культуру. И для многих, или, скажем, в среде консерваторов есть фраза «пусть там у себя в спальне что угодно с кем угодно, а зачем выпячивать это на улице?» То есть, в принципе, прайд считается выпячивать. И, конечно же, конновальная культура этому во многом способствует, потому что там есть разные субкультуры ЛГБТ, есть некоторые фетиши, есть особая такая, скажем, усиленная сексуализация и тела, и пространства. Артур, как бы вы ответили этим консерваторам? Что бы вы сказали им, если бы вы пытались каким-то образом не то чтобы развенчать их стереотипы, а просто помочь, потому что во многом им боязно. И если это так, то стирать это, ну как бы, это существует, и игнорировать это не имеет смысла. Я думаю, что мой ответ был бы очень простым. Давайте, дамы и господа, и не только, бороться за права других людей. Почему мне надо бороться за чужие права? У меня все хорошо. Мне кажется, что это один из самых важных вопросов, который вообще нам нужно задавать себе каждый божий день. Ответ наипростейший, потому что тогда за твои права тоже кто-то начнет бороться. Нам необходимо становиться гражданским обществом в полном понимании этого слова. Полагать, что права тебе спущены с небес, и тебе их обеспечат просто по факту того, что ты являешься человеком, к сожалению, так не бывает. За права, увы и ях, бороться надо. Но в этой борьбе есть много положительных сторон. В моем представлении ты по-настоящему разбираешься, почему тебе надо за них бороться, ты разбираешься за какие конкретно права тебе надо бороться, находишь много сторонников и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом, за права необходимо и нужно бороться. В противной ситуации ты рискуешь оказаться в положении, когда о тебе никто не позаботится. И как только ты начинаешь бороться за права ЛГБТ, ты сам начинаешь лучше осознавать свои права, и ты сам начинаешь бороться за те права, которые тебя интересуют. И ты можешь среди сторонников ЛГБТ найти сторонников и защитников твоих интересов. Предположим, тебя трижды могут не интересовать права ЛГБТ, чисто теоретически. Но ты хочешь, например, сохранить парк, который у тебя под домом находится. Выясняется, что среди тех людей, за права которых ты не так, чтобы особо заинтересован бороться, хватает тех, которые хотят точно так же, как и твой парк защитить. Ты находишь там своих сторонников, говоришь им о своих проблемах, они, например, подключаются к твоим, и вы вместе начинаете бороться за интересы друг друга. И так происходит повсеместно. Защита прав людей – это фундаментальная вещь, которая во многом делает нас людьми. Мы защищаем других людей, мы боремся за них. Тот факт, что у нас развита эмпатия, в отличие от подавляющего большинства приматов, говорит и делает нас людьми. Вот что важно. Безусловно, конечно, людьми нас много еще чего другого делает, но вот эта эмпатия и понимание проблем других людей по-настоящему превращает нас в человека. Кто-то может справедливо заметить. Ну, я и без этого достаточно человечен. Ну, пусть так. Я очень рад за тебя, мой дорогой слушатель. Но в такой ситуации, пожалуйста, не стоит рассчитывать и полагать, что все так же будут стремиться бороться и защищать твои права. Тогда, когда тебе эта защита потребуется. Уж сколько раз был упомянут этот избитый миф о том, что когда пришли за мной, никто за меня не встал. Да? Ну вот, примерно из той же самой оперы. Вы говорите о некоторой правозащитной солидарности. Правозащитная солидарность, мне кажется, это очень тяжелый термин. Я говорю о человеческом банальном уважении к ценностям и интересам и правам других. И как только это уважение начинает материализовываться, оно воплощается в прайдах, оно воплощается в семинарах, оно воплощается в протестах, оно воплощается в гражданских инициативах. Ну, в прайдах на самом деле участвуют и гетеросексуальные пары, и семьи, скажем, очень обширные семьи. Здесь речь вообще о гуманизме, о том, что мы должны стать более развитым обществом, более образованным и двигаться по этому направлению к гуманизму. А как вы определили бы гуманизм сегодня? Такая категория эпохи возрождения, некоторое восприятие или оживление античных ценностей, но ведь сейчас, в период, когда царят фейк-ньюс, когда реальность, в принципе, рассыпалась, и когда нам приходится теперь жить после такого чудовища, как Трамп, который, в принципе, уничтожил и украл реальность, как раз в эти дни проходит 50 лет, у Сонга Юбилей Вотергейта, когда еще была реальность, а сейчас Трамп уничтожил правду. Как в таких обстоятельствах посттрампизма вообще говорить о гуманизме? Вы, как культуролог. Ну, я, наверное, так как у меня огромная любовь к 60-м, 80-м, то для меня гуманизм – это база идей хиппи, то есть all you need is love. И мне кажется, когда ты двигаешься с мыслью о том, что самое важное – это человек, это любовь, это счастье, это путь к чему-то светлому, новому, великому, и никакие войны не нужны, никакие политики не нужны, то есть надо любить друг друга. Вот это чувство для меня главное, и мне кажется, это и есть такая основа гуманизма, а уже все, что нам современная культура дает – это какие-то научные достижения, гаджеты, мы это все можем… Ну, это обрастает, обрастает, обрастает и разрастается, и это уже, да, это современный гуманизм. Ну, говоря о современном гуманизме и о солидарности, хотел бы напомнить, что, например, в Великобритании в 70-е годы появилась очень интересная форма солидарности, например, бастующих шахтеров и ЛГБТ-общины, которые каким-то образом оказались в одном пространстве, будучи неуслышанными, их игнорировали, их права, их нужды, и вот они… Есть даже несколько художественных фильмов на эту тему, и они объединились, и мне кажется, что было бы очень неплохо поговорить, например, о том, как, например, различные этнические группы, которые испытывают на себе, может быть, форму маргинализации или дискриминации, могли бы вступиться за права ЛГБТ, потому что ведь у человека идентичности очень много, это как, знаете, такой слоеный торт, да, с разными, скажем, коржиками, и в этом смысле я бы хотел поговорить с вами также и о том, что вам кажется наиболее приоритетным. Подобные массовые мероприятия, как прайд, ведь прайд – это еще и гордость, да, это еще некоторая демонстрация того, что мы есть, мы будем сейчас шуметь, потому что нас не слышат. И этот шум, он не помехи, а он как бы ясное и четкое сообщение для общества. Или же, например, законодательные инициативы. Вот наш Сейм сорвал голосование, сорвал, потому что, по сути дела, использует гомофобную риторику для предвыборной кампании. Это некачественная работа тех, кому мы делегируем наши функции, нашу власть. Но после этих ошибок и недочетов должны быть какие-то дальнейшие шаги. Как вам кажется, что важнее, законы или же общественные мероприятия, что может двигать нас как общество в сторону максимального равноправия различных меньшинственных групп? Потому что есть очень разные мнения. Многие, например, среди них я тоже. Я считаю, что прайд на фоне того, что мы никак не можем осуществить законодательные подвижки, он становится некоторой экзотикой для самой субкультуры. Например, для меня пространство Вермантского парка, огражденное тремя уровнями металлических заборов и полицейскими, ничего не решает. Этот карнавал всегда закончится, и мы обратно вернемся в бесправное существование и к гомофобному Сейму. А если бы был закон, то можно было бы указать на параграф, можно было бы указать на последствия, на штрафы и так далее, и так далее. Все это пока отсутствует. Вам что кажется наиболее важным? Не знаю, насколько я вообще вправе как гетеросексуальный... Версия. Тем не менее, важно проговорить это. Вслух, не знаю, насколько я вправе как гетеросексуальный мужчина советовать ЛГБТ-сообществу, как себя стоит вести. Мы это проговорили, и это я считаю очень важным. Теперь по поводу версий. У меня есть стойкое ощущение, что когда мы говорим и рассуждаем о законах, мы должны говорить через призму легитимности. Является ли наш Сейм легитимным? Да, безусловно. Нравится это, не нравится это, но наш Сейм действительно легитимен. На текущую секунду, на текущий момент он легитимен. Это означает, что решение, которое принимается Сеймом, обществом в целом поддерживаем мы. Да, но ничто не исключает ситуации, когда эта легитимность начинает теряться. Как эту легитимность конкретный Сейм может потерять? Разумеется, с тем, как поменяется наше общество. Как поменять общество и поменять его восприятие? Принято, есть в принципе несколько подходов на этот счет. Подход номер раз сверху вниз. Очевидно, у нас появляются, возникают институты, которые формируют общественную повестку и состояние. В некотором смысле, если вы хотите поискать подобный подход сверху вниз, разумеется, самая первая конституция в мире Библия, ну или любая другая книга заветов. Поскольку мы живем в европейском пространстве, то Библия это первое, что приходит на ум, как такая конституция. Есть второй вариант, разумеется, снизу вверх, когда формируются общественные запросы за мнением общества, и, разумеется, это выражается в законах. Есть третий аспект, это какие-то внешние факторы, внешние обстоятельства, внешняя политика, например. Мы получаем какое-то влияние со стороны, и это, разумеется, влияет одновременно что на институты, что на общество. Вы имеете в виду европейское сообщество? Как минимум. Как максимум, разумеется, любые до этого достижения культуры, которые к нам приходят раньше или позже, неважно, с востока, либо с запада, с юга, либо с севера, это значение особо не имеет. Но мы говорим про какие-то такие внешние факторы. Это, разумеется, такие три основные модели, их, разумеется, всяко больше, и они чуть глубже, и комплекснее. Я просто сейчас для того, чтобы не углубляться в детали, привел их три в качестве примера. Персонально для меня, с точки зрения какой-то эффективности, разумеется, лучше всего модель номер два. Это лично исключительно мой подход. Что я под этим имею в виду? Как раз-таки о необходимости формировать эту общественную инициативу. И в этом смысле проект, на мой взгляд, не имеет никаких проблем, а наоборот является как раз-таки проявлением вот этой инициативы снизу, когда люди собираются и демонстрируют, во-первых, свое существование в обществе, во-вторых, отмечают потребности и необходимость защиты своих прав, и в-третьих, что, кстати, немаловажный фактор, учитывая, в какой плачевной ситуации многие из них находятся, какую нистовую дискриминацию они подчас испытывают, живя в Латвии, для них это редкая возможность выразить гордость, отпраздновать, почувствовать этот элемент карнавала. Потому что он, во многом смысле, мне кажется, бывает очень важным. Опять же, я здесь говорю исключительно, как гетеросексуальный мужчина, но мне кажется, что моей эмпатии хватает для того, чтобы понять подобного рода вещи. Плюс, четвертый очень важный фактор, прайд является завершающим событием. Прайд всегда сопровождают всевозможные семинары, и не только. И это очень важно, почему? Потому что прайд привлекает внимание СМИ, и подчас СМИ, обращая внимание на прайд, освещают и другие мероприятия, которые, возможно, не столь одиозны для подавляющего большинства, но при этом при всем все точно так же важны. Возможно, без прайда внимания к этим семинарам было бы намного меньше. То есть и эту роль еще прайд выполняет. Поэтому мне видится, что как раз-таки эта инициатива снизу, она очень важна. Возможно, прайд – это еще один способ подняться над информационным шумом. И сейчас, учитывая вот этот закон о партнерских отношениях, который защищает права и гетеросексуальных пар. Это еще и упрощение ситуации. То есть то, что, например, вызывает гнев у меня, как у гражданина и у человека, который проецирует себя всем, в принципе, это то, что нас считают, в принципе, за идиот. Это черно-белый мир, мир, в котором существуют какие-то примитивные из дерева топором вырезанные фигурки, которые якобы существуют в этом обществе, двигаются и выполняют какие-то очень примитивные функции. А то, что общество сложное, пестрое, многогранное, и многослойное, это нашему парламенту, видимо, из центра города не видать. Вы являетесь теми, кто работает с общественным мнением, с потоком информации, и вы создаете контент. Совсем недавно вы создали новый проект, который во многом, может быть, двигает нас в сторону гуманизма. Расскажите. Да. Я очень верю в то, что это нас будет двигать в сторону гуманизма и в сторону способности образовывать, просвещать общество. И гораздо больше рассказать о том, что такое ЛГБТС плюс сообщество. И о том, что оно не так страшно, как нам рассказывают. А если сейчас кто-нибудь, допустим, позвонит и скажет, ведь это же пропаганда, ведь вы же пропагандируете. Помните, в России были приняты законы против пропаганды в прошлом, на прошлой неделе у нас в гостях была правозащитница из Петербурга, которая вынуждена была бежать из своей страны именно из-за преследования ЛГБТ. А вы говорите про свещение. Какова основная идея и замысел этого цикла? Основная идея показать обыкновенных людей, которые находятся здесь с нами рядом, не вот так картинка с фриками о том, что ЛГБТ-люди – это те, которые, например, мужчины, носящие платье, или женщины, которые как-то выглядят очень перекачанными, не знаю, там, ну, такие есть очень дикие образы, которые можно, наверное, загуглить и нам легко выдаст страшные картинки. На самом деле это не так. И это такие же обыкновенные люди, мы можем об этом не догадываться, и рассказать о том, что существует не только один гендер, что много. И действительно, вот для меня даже это было открытием, потому что я хоть и ребенок 90-х, и выросла со совершенно свободным мышлением, и как-то вот было мне с экрана, все для меня это было, но не было так ярко и много, как сейчас, и даже для меня это некое создание такой энциклопедии, сборника, и для меня даже это интересно. Это новая информация, к которой я открыта и могу признать, что мне очень даже нравится, что у нас душу ходит. Мне кажется, что... Тут опять же, я бы тоже отметил. Наша фиксация на внешнем виде человека и на том, что он делает по отношению к себе, меня подчас очень удивляет. Мне невдомек, скажу честно, почему мы предъявляем такие невероятные претензии потенциально. Ну, мы, большая часть общества, я имею в виду. Я-то персонально никому претензию, это что-то не предъявляю, к тому, что, например, мужчины ходят в юбке. Прошу прощения, я напомню, что многие консерваторы, любящие ссылаться на всевозможные опыты прошлых столетий... И традиционные ценности. Разумеется, куда же без них. Я бы хотел им настоятельно изучить моду времен 17-18 веков и посмотреть, как мужчины одевались там тогда. Рискну предположить, увиденное их шокирует. Если их настолько сильно шокирует, мужчина в юбке. И наоборот. Если вас смущает женщина в брючном костюме, то, опять же, я предложу вам обратиться к тому, что было условно начало 20 века, и обратить внимание, как женщины одевались там. Они боролись за право носить брючный костюм. Сейчас это считается приемлемым. Я напомню просто, да. То есть подобного рода вещи меня, если честно, очень смущают. Наша фиксация на внешнем виде, она мне видится неадекватной. Я бы куда большим желанием, стремлением, рвением бы фокусировался на том, что находится внутри человека. Я не про органы, если что сейчас говорю, не предлагаю никого убивать и продавать на черном рынке почки и печень. А вот на чем я фокусируюсь, так это как раз таки на о том, что находится в сознании человека, о его характере, о его поведении, о его ценностях и нормах. Поверьте, мне видится, что вы бы предпочли, чтобы рядом с вами был человек с синими волосами, но честный, открытый, достойный, надежный, на которого вы по-настоящему можете положиться, который не бросит вас в трудный момент, чем вы предпочли бы видеть перед собой условного метр девяносто блондина в белой рубашке всегда ходящего и в черных брюках, вычищенного и вылизанного от и до, идеально выглядящего по большому счету арийца, но который, простите меня, по выходным едет и бьет собак до смерти. Скажите мне на милость, кого бы вы хотели бы видеть рядом с собой? Человека, который с синими волосами, но надежный или настоящего арийца, который по выходным бьет собак? Очень тяжелый вопрос для отдельной беседы, но у нас осталось пять минут для сегодняшнего разговора. Можем мы заглянуть за кулисы истории вашего четырехсерийного цикла? Да, это четыре серии. Первая посвящена как раз закону о партнерских отношениях. И у нас следующее – это разговоры с героями, с представителями ЛГБТ-сообщества, абсолютно разными, которые рассказывают, как они совершили каминг-аут, как они признались об этом родным, как родные это восприняли, как их приняли на работе, как их принимает общество, как они живут. О том, что все обыкновенно, все нормально, и любовь бывает разной, и ничего страшного не произошло, они не живут так уже много лет, и родители, большей части наших героев, довольно положительно отнеслись. Да, и вот, кстати, еще один фильм – это как раз-таки, где родители ЛГБТ, и у них есть дети, и родители, у которых дети ЛГБТ, мы поговорили с двумя, получается, семьями, и ты как раз-таки прекрасно понимаешь, что… Вот, опять же, возвращаясь к вопросу о демографии, которая настолько сильно педалируется национальным объединением. Господа товарищи из национального объединения, хочу вам напомнить, что у ЛГБТ бывают дети. Спасибо. Вот. Это просто вещи, которые, мне так кажется, они не понимают и не представляют себе… Кстати, семья без детей тоже семья. Кстати. Да, тоже, пожалуй, оба слишком высокого мнения о национальном объединении. Все они прекрасно понимают, просто это инструмент манипуляции избирателям и власти. Голая власть. Голая, неприкрытое желание власти. Ну, это ненормально. Традиционная семья, почему традиционная семья должна быть там с тремя-пятью детьми? Ну, все очень просто. Это власть над сознанием. Если кто-то определяет, что входит в словарь, что появляется в энциклопедии, это тоже власть. Власть над буквой и власть над словом. Что стало для вас самих самым удивительным или большим открытием, работая над этим фильмом? Может быть, вы сами столкнулись со своими собственными границами? Границами восприятия и принятия? Я думаю, что персонально для меня… Ну, я бы сказал… Нет. Нет. Есть одна конкретная история, которая меня очень раз… Ну, она меня прям подавила в каком-то смысле. Мы звали… Вот как раз-таки в наш фильм для… Где мы говорили про семья, мы хотели позвать одну героиню, у которой внук является представителем ЛГБТ. Я постараюсь как можно меньше деталей, чтобы не было понятно, на ком идет речь. Вот. Но, к сожалению, героиня отказала, сославшись на вот как раз-таки… Ну, не то чтобы семейные проблемы, нет, не совсем корректно. А вот она как бы не хотела никаким образом вот… Ну, помешать отношения внутри семьи. И мне настало это настолько… У меня настолько прям было вот обидно. Я не знаю, как это… Это чувство… Я сказал, да, безусловно, я прекрасно вас понимаю. И не поймите неправильно. Сказала, вы делаете… И она в ответ сказала, вы делаете потрясающую работу. Огромное вам за это спасибо. Я говорю, вам огромное спасибо за ту работу, которую вы проделаете внутри своей семьи. Но чувство того, что человек… То есть, вот я просто об этом думаю. Мысль о том, что моя бабушка, например, не могла бы на камеру говорить обо мне, она меня страшит. Вы имеете в виду, что это в какой-то степени своеобразное предательство? Ну, предательство вряд ли… Нет. Бабушка-то, она, очевидно, не могла бы говорить обо мне на камеру… Отказ? Отказ от… Что она вынуждена… Она вынуждена… Она вынуждена скрываться. Да. Да. В некотором смысле. Из-за меня. И я, может быть, должен из-за нее… Ну, как бы вот, чтобы ее не подставлять, и семью тоже вынужден скрываться. Вот эта мысль о том, что ты вынужден вести себя так, чтобы никого не подставить… То есть это получает такие целые круги лжи, да, которые… Да. Ты формируешь эти поля лжи, я бы сказал. Круги слишком слабо сказаны. Ты формируешь целые поля лжи, и ты в этой лжи должен жить, не запутаться в ней, не выдать себя. И ты постоянно должен думать… Я рискну предположить, что ты засыпаешь в смысле о том, что, господи, лишь бы не подставить там, например, маму, папу, бабушку, да. И я рискну предположить, что раньше это было еще страшнее, потому что общество было куда более консервативным в моем представлении, да, несмотря на все эти ужасы, которые ты периодически видишь в социальных сетях, и не только, несмотря на всю эту гомофобную риторику, я, конечно, в этом смысле как Стивен Пинкер. Я, безусловно, считаю, что мы двигаемся вперед. Эта мысль меня, она радует, но… Ты большой оптимист. Да, да, да. В этом плане я, конечно, большой оптимист, равно, как и он. Но вот мысль о том, что ты вынужден жить в этих полях лжи во благо семьи и близких, потому что тебя просто вынуждают, это ужасно прямо. А мне кажется, что надо любить своего ребенка вне зависимости от его рентгенера. Я уверен, что бабушка любит своего внука, но сил у нее, может быть, не хватает бороться с ненавистью общества своих же соседок и подруг. Одна минута осталась. Где и когда можно будет увидеть эти серии? О, ТВНЕТ, РУСТВНЕТ. Да, РУСТВНЕТ и на ТВНЕТ. В латышской версии это будет фильм на двух языках, то есть вот эта серия на двух языках, потому что у нас герои, как говорят по-русски, так и по-латышски, и у нас будут сделаны титры на русском и на латышском. Да. А само название цикла, как его найти? Проект называется «Зона нетолерантности», причем не в кавычках, то есть как бы игра слов. И 2 июля у вас дискуссия на лампе. Да. Да. И полминуты для анонса. Да, действительно, да, 2 июля, с 15 до 16.30, я правильно помню, да, ДОЦ, сцена называется. Сцена ДОЦ, да. Будем мы. Будут наши герои. Где? Где это будет происходить? Цессис? Цессис. Да, лампа. Цессис. Наши герои, будет небинарный наш герой, и будет парень гей. Да. И еще один по поводу времени, вероятнее всего, как бы все эти 4 серии выйдут с июля по август, как-то так. Хорошо. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, сегодня в последней программе этого сезона, восьмого сезона у нас в гостях были Раиса Смирнова и Артур Быков, журналисты и сотрудники РУС-ТВНед редакции. Благодарю вас за этот сезон, благодарю всех коллег за поддержку и помощь. Вот 8 лет уже прошли, будем планировать передачи на 9 сезон сентября месяца. Желаю вам, и вам тоже, уважаемые гости, хорошего лета, отдохнуть, набраться эмоциональных и физических сил. Напомню, что сегодня мой коллег Евгений Копейн помогал нам обеспечивать техническую сторону нашего эфира. Всего вам хорошего, доброго лета и до свидания.